Что нам подарил средний ценовой сегмент в 2015 году? Сейчас напомню. Всем привет, с вами Лана и в этом видео от компании Allo. Я напомню вам о 12 самых интересных смартфонах среднего ценового сегмента, которые вышли в 2015 году. Поехали! Открывает наш парад Lenovo, а именно модель S90. Да, похож на iPhone, да, даже в среднем ценовом сегменте его можно считать доступным. Да, стильный, да, имиджевый, да, идеальный для тех, кому нравятся тренды Apple, но перейти от ограничения iOS. Главная фича – алюминиевый корпус. Дисплей с диагональю в 5 дюймов и матрицей Super AMOLED, которая обычно обитает в Самсунгах, отличное решение. Решение яркое, цветастое, комфортное для пользователя и качественное. Чипсет S90 чаще используется в более бюджетных моделях, но так как девайс более имиджевый, то это вполне простительно. Главное, проблем с производительностью владелец этого смартфона не испытает, это 100%. За доступный ценник вы получите девайс стильный, удобный, красивый, чего уж лукавить. Может и вдохновленный айфоном, но со всей свободой, присущий андроиду. Полный обзор Lenovo S90 по этой ссылке. Далее Lenovo Vibe P1. Линейка P обычно не самые стильные девайсы. Это такие работяги, которые могут похвастаться длительным временем автономной работы, конкурентно способными характеристиками и высокой надежностью. Эдакий смартфон, на который можно положиться. Главная фича – дактилоскопический сенсор, который не часто можно увидеть в среднем ценовом сегменте. Ну и режим повышенного энергосбережения, для которого даже есть отдельный тумблер на корпусе. Яркий дисплей на 5,5 дюймов и Full HD разрешением позволяет разглядеть мельчайшие детали. Сочные краски при любом сценарии использования вам гарантированы. Сердце смартфона – восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 615. Вряд ли вам удастся найти игру или приложение, которое вызовут проблемы у этого девайса. Все, что может предложить Google Play, вам доступно беззаговорочно. В итоге мы видим смартфон, поражающий своими тактико-техническими характеристиками, особенно с оглядкой на ценник. Качественный, добротный долгожитель в плане времени автономной работы, с качественным дисплеем и производительным процом. Заинтересовались? Вот здесь можно посмотреть подробный обзор. И замыкает троицу от Lenovo селфи-ориентированный смартфон Vibe S1. Сразу две фронтальных камеры подарят свободу постобработки ваших автопортретов. С такими камерами испортить селфи будет невообразимо сложно. Дизайн шикарен, таким его делает благородный изгиб задней панели, благодаря которому смартфон по-настоящему приятно держать в руках. 5 дюймов и Full HD разрешение вместе с IPS-матрицей дают превосходный результат. Смотрите ли вы видео или играете, читаете или серфите по сети, дисплей вас порадует насыщенными, а главное реалистичными цветами. Производительность на уровне флагманов и, признаться честно, в перечень смартфонов среднего класса этот девайс попал исключительно благодаря своему ценнику. Имиджевый смартфон с флагманскими характеристиками и почти ничем не ограниченными возможностями для съемки селфи. Что тут добавить, если ваша цель сотни тысяч подписчиков в инстаграме, то этот смартфон для вас. Полный обзор по этой ссылке. Селфи-эксперт Катя рекомендует. Далее сразу два смартфона от LG. Очень разные. G4S и G4 Stylus. Оба девайса производные от флагманского G4. Этот дуэт может похвастаться примечательным дизайном, стильным и солидным. При этом G4 Stylus еще и с... Угадайте чем? Правильно, со стилусом. Дисплеи обоих устройств выполнены по технологии Incel Touch, что делает их более отзывчивыми на касание. Ну а качество изображения стандартно LG-шное, то есть практически безупречное. Яркие цвета, живые краски, высокая четкость. Казалось бы, для диагонали в 5,7 дюйма нужно разрешение больше, нежели HD, а нет, вся четко. Чипсетами девайсы различаются, но процессор имеет по 8 ядер. G4 S щеголяет частотой в 1,5 ГГц, а Stylus в 1,4. Стоит ли уточнять, что благодаря качественной оптимизации софта, производительности такого уровня вам хватит лет на 5? Нет? Вот и ладушки. Рисуйте, создавайте заметки и серфите по сети с повышенным комфортом вместе с G4 Stylus. Или просто наслаждайтесь крутецким смартфоном, в котором нет ничего лишнего G4 S. Выбор за вами, познакомиться с обоими смартфонами сразу можно вот в этом обзоре. Затесался в наш список и смартфон от HTC, а именно Desire 620, причем вполне заслуженно. Своими характеристиками он не претендует на флагманский уровень, но и не отстает. Самый, что ни на есть, средний середнячок. Super LCD матрица дает вполне достойное изображение, насыщенное и четкое. HD-разрешение оптимальное для диагонали в 5 дюймов. Популярное решение в виде чипсета Qualcomm Snapdragon 410 использовано и здесь. Мощности четырехъядерного процесса достаточно для комфортной работы и стабильности игр. Девайс оставляет ощущение сбалансированного устройства, надежного и приятного внешне. Возможно, с излишне скромным дизайном, но тут уж кому как. По этой ссылке можно узнать больше об HTC Design 620. А что интересного есть у Samsung? Есть металлический Galaxy A3. Стильный, прям супер стильный смартфон. Изящный и утонченный. Металл это всегда круто. Дисплей с диагональю в 4,5 дюйма имеет матрицу Super AMOLED, что делает изображение по-настоящему впечатляющим и детализированным, а цвета насыщенными. Чипсет все тот же популярный Qualcomm Snapdragon 410, без проблем справляющийся с подавляющим количеством задач, как в плане игр, так и в плане приложений. Samsung Galaxy A3 смартфон скорее имиджевый, а главное смартфон качественный, надежный и очень металлический. Полный обзор можно посмотреть вот по этой ссылке. А вот Samsung Galaxy J7 похвастаться металлическим корпусом не может, зато имеет фронтальную вспышку, что делает его каким? Правильно, селфи-ориентированным. Благодаря дисплею в 5,5 дюймов этот смартфон станет отличным компаньоном для тех, кто не мыслит ни дня без просмотра видео на своем гаджете. Как и в большинстве смартфонов от Samsung присутствует матрица Super AMOLED. Восьмиядерный проц уверенно работает и дает достаточно мощности для любых приложений и игр. Вы не почувствуете недостатка в производительности. Превосходные селфи в любое время дня и ночи, крупный экран и довольно приятная глазу внешность. Все это Samsung Galaxy J7. Вот здесь можно посмотреть его полный обзор. Замыкает троица от Samsung модель Galaxy Alpha, вобравшая в свой дизайн и металлические и пластиковые элементы. Если конкретнее, металлический обод и пластиковую заднюю панель. Диагональ дисплея Super AMOLED матрицы составляет 4,7 дюйма. Сочные краски, высокая яркость и достаточная детализация. Как бы вы не решили использовать дисплей, он вас не подведет. Проц на 8 ядер гарантирует стабильную и уверенную работу всех приложений и игр, какие вы только сможете разыскать. С производительностью проблем не возникнет. Девайс, опять же, скорее имиджевый, но это не делает его слабым в технических характеристиках. Ему есть чем вас удивить и есть чем порадовать. Детальный обзор можно посмотреть вот здесь. Перейдем к тройке смартфонов среднего класса от Sony. Нельзя не упомянуть о лучшем смартфоне для пирата Sony Xperia M4 Aqua. Влагозащищенный, яркий, изящный, мощный, в общем, превосходный во всех аспектах. Пятидимовый дисплей с IPS-матрицей имеет шикарную цветопередачу и высокую детализацию, при этом прекрасно ведет себя на солнце. Скоротать с ним время – одно удовольствие. Восьмиядерный прос чипсета Qualcomm Snapdragon 615 не оставит ни одному приложению или игре ни единого шанса на лаги и подтормаживание. Только стабильная и уверенная работа. Этот смартфон станет отличным подарком, желанным подарком. Помимо всего прочего, радует в нем еще и относительно доступный ценник. В общем, хороший выбор. Полный обзор по этой ссылке. Достойное продолжение M4 – не менее влагозащищенный Sony Xperia M5. Full HD разрешение пятидимового дисплея с IPS-матрицей не оставит вас равнодушным. Живое изображение с насыщенными цветами и высокой яркостью. Безупречный дисплей. Два гигагерца, восемь ядер. Если вам удастся найти какую-либо игру или приложение, которое будут тормозить, непременно напишите об этом в комментариях. Очень любопытно будет на них взглянуть. Ультра-современный влагозащищенный девайс, который находится в этом списке только из-за своего ценника. По своим характеристикам, это самый что ни на есть флагман. Полный обзор вот тут. И завершает наш парад самых интересных смартфонов среднего ценового сегмента уже не смартфон, а самый настоящий фаблет – Sony Xperia C5 Ultra. Главной фичей помимо размера можно считать фронтальную камеру на целых 13 мегапикселей. С такой камерой плохие селфи снять невозможно. 6 дюймов великолепия – видеоконтент вам в помощь в осознании этого факта. Завораживающее изображение без компромиссов. Да и играть на таком экране – одно удовольствие. А играть вам позволит мощный восьмиядерный проц с частотой в 1,7 ГГц. Производительности хватит с лихвой даже самому требовательному пользователю, какую игру или приложение он бы не выбрал. Крупный фаблет в довольно миловидном дизайне, с качественным дисплеем и хорошим запасом мощности, а также с 13-мегапиксельной фронталкой. Sony Xperia C5 Ultra – прекрасный выбор. Подробнее познакомиться с ним можно по вот этой ссылке. Именно эти 12 смартфонов среднего ценового сегмента являются наиболее достойными вашего внимания. Выбирайте тот, что вам по душе. В этом видео от компании АЛО, с вами была Лана. Ну а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.